Ситуация, на самом деле, достаточно стандартная, просто я наконец нашла ролик, который это максимально хорошо показывает. Вот такой концерт. Куча пафоса, там все, там ребята такие серьезные, злые, все громом кричат в микрофон. И тут вот какая-то барышня, видимо, так расшалившись, обрадовавшись такой замечательной музыке, в результате им все, ну, мягко говоря, обгадила. Все-таки любая сценическая программа, она требует какого-то шоу, какого-то движения и так далее. И здесь решение проблем единственно возможное, это, разумеется, радиосистема. Соответственно, как бы, какие плюсы у радиосистем, в принципе, это то, что нет проводов, да? То есть, как бы, для звукорежиссеров это означает избавление, там, от проблем, там, с девушками на шпильках, там, на сцене, которые там ходят по этим проводам, потом приходится менять, перепаять и так далее. Свобода передвижения, вот то, о чем мы говорили, это возможность постановки, постановки сценического движения, нормального перемещения, взаимодействия музыкантов на сцене и так далее. И упрощенный монтаж-демонтаж, то есть, получается такая ситуация, что вам не нужно тянуть провода, вы воткнули все это в пульт, выпустили музыканту на сцену, и у вас, как бы, гораздо меньше времени уходит, чем если там протягивать полностью на всю эту коммутацию. То есть, музыкант может подготовиться, в принципе, за две, буквально, ну, за пять секунд самостоятельно к тому, чтобы выйти уже на сцену, и пошел сигнал, пошла программа. Минусом, безусловно, раньше была цена, то есть, как бы, там тратить, начиная, там, от 400 долларов, да, на самую бюджетную радиосистему, профессиональную, я не говорю про китайские какие-то псевдорадиосистемы, вот. Вот, я, я прошу прощения, у нас вот некоторые технические сложности, мы сегодня попозже еще об этом поговорим, но по большому счету проблема здесь в пилотной партии, вот, и в том, что сейчас вот у нас перегружена обстановка по Wi-Fi, вот, и, соответственно, как бы, система, она ищет свободный канал. Это автоматический сканер, вот, как бы, переключает, и за счет этого немножко выпадает звук, за счет того, что перегружен Wi-Fi. Вот, опять-таки, учитывая то, что страна наша большая, а ошибку, как бы, производитель, я думаю, вот этот вот маленький недочет он исправит, как бы, я думаю, что никакой, в принципе, особенной проблемы в этом нет, но, кстати говоря, для вас вот сегодняшняя ситуация, в принципе, уже показательна, да? То есть, как с любой радиосистемой, необходимо выяснять, где она будет работать, когда вы ее продаете. Но это у нас с вами будет отдельная тема, отдельная презентация по поводу ДМС-70-х цифровых систем. Ну, так вот, и, соответственно, раньше 400 долларов, там, это вот все какие-то ведущие бренды, минимальная была цена у всех радиосистем, которые были. И, безусловно, это давало такой вот аргумент с нашим покупателем, чтобы вот как-то пытаться отодвинуть момент покупки на какой-то определенный срок и так далее. Нам, разумеется, это неинтересно. И АКГ нас порадовало вдвойне. Если в прошлом году они выпустили прекрасную систему мини, то в этом году они прямо буквально ответили на страдания огромного количества публики, которые так хотели увидеть эту систему с двумя арочными, там, поясными. И на все вот эти вот желания они дали ответ. И при этом все, обратите внимание, пожалуйста, на ценовую категорию продукта. Вот большинство, наверное, из вас уже имели дело с нашей вот пилотной партией этих радиосистем. Вот. Их как-то уже увидели, имели возможность оценить. Оценить. Вот. Но, тем не менее, чтобы все это посмотреть поближе, и то, что качество сборки у них осталось на прежнем уровне, на очень высоком. Вот сейчас, ребят, передайте все это, придам, чтобы все могли посмотреть, знакомиться. Эти радиосистемы выпущены в трех вариантах, соответственно, которые вы видите сейчас на экране. Это два ручных передатчика, безусловно, самый популярный вариант для продаж. Это два поясных передатчика и микс, то есть поясной и ручной. Сохраняется та же самая тенденция была у одинарных мини. Это непосредственно то, что каких-то аксессуаров к поясным передатчикам они не предлагают. Они предлагают более доступную цену, которая действительно очень хороша и привлекательна. И добор аксессуаров уже на свой вкус за деньги именно опционально. Это очень удобная система, как для покупателя, так и для нас, как для продавца. И цена, как видите, это не две мини, которые мы покупали за 13 тысяч рублей. Это вот получается, как бы ценник у нас за два микрофона этой системы становится на 30% ниже практически. Итак, основные какие-то функции этой системы. О чем нужно помнить, когда мы ее продаем? Безусловно, у нее очень интересная цена. Продавать ее очень легко. Но не стоит чрезмерно увлекаться легкостью продажи. Потому что у нас все-таки задачи у клиента разные, как я говорила. Нужно обязательно выяснять, для чего эта радиосистема. Куда она пойдет и так далее, и так далее. У самых простеньких радиосистем, за счет чего у них такая ценовая категория. За счет того, что у них минимальная нагрузка функционала. То есть вот все минимально необходимое для профессиональной системы мы в ней видим. Но каких-то функций, которые значительно удорожают продукт, здесь нет. И поэтому здесь нужно очень внимательно и очень аккуратно относиться к продажам этих систем, несмотря на то, что мы их отгружаем вагонами. То есть вот обратите внимание, что у них всего 4 фиксированные частоты. То есть это 2 радиосистемы, работающие одновременно, двойные. То есть 4 микрофона, 4 передачи клубы. То есть как бы все. Мы к этому еще сможем добавить немножко мини-одинамин, о чем мы поговорим вечером. Но тем не менее, вот именно из этой серии мы можем предложить только 2 варианта частот. Все. То есть как бы минимально необходимый функционал. Но это безусловно, что это как вот посмотрите, к вам придет база. Это ручки удобные на передней панели. Это, соответственно, выходы на джековых разъемах. И в принципе индикация сигнала и больше ничего. То есть никакого переключения каналов в сложные частотные ситуации и так далее. Этого нет. Поэтому она совершенно не для больших проектов. Это радиосистема, которая начального профессионального уровня. И дальше у нее, разумеется, невозможные внешние антенны усиления. То есть если у вашего клиента ситуация такова, что ему нужно работать на прямой видимости, там, грубо говоря, больше 100 метров, да? Больше 80 даже скорее метров, то лучше ему предложить более дорогую систему, у которой есть возможность поставить внешние антенны усиления и так далее. То есть люди, продающие микрофоны, я думаю, как бы все это прекрасно в принципе понимают. Но я думаю, что об этом стоит всегда дополнительно сказать, всегда вам дополнительно подумать. То есть именно для чего. Для этого вам. Да. Итак, мы приходим к основному вопросу в данной ситуации. Кому продать? Этот момент как бы у каждого продавца, соответственно, должен уже работать на автомате с любыми радиосистемами. Ну вот, и в данном случае мы понимаем нашу аудиторию для мнения. То есть это музыканты, которые выступают на небольших площадках. Те самые люди, о которых я говорила, которые в принципе только начинают покупать радиосистему. Для которых вот эта радиосистема, как первый такой девайс, будет ее ценовая категория отличный аргумент. Уже то, что человек купил, попользовался именно этим классом оборудования, все. Вот этим людям, для того, чтобы убедить их на рост в плане оборудования дальнейший, этим людям мы эту радиосистему предлагаем, продаем с большим удовольствием и радостью для обеих сторон. Госучреждения. Прекрасно знаем, да, то, что у нас ко всем праздникам, ко всем мероприятиям и так далее, там начинают приходить люди из разных школ, разных там детсадиков и так далее, и так далее. У них всегда очень сжатый бюджет, очень сжатый при этом все, нужно купить, ну как обычно, обновить все оборудование, которое там есть. И вот как тут разорваться, там на 100 тысяч рублей, очень просто нечего даже воткнуть, а проводные микрофоны они не хотят. Вот для них это чудесное решение. Соответственно, пара ресторана-кафе, то есть маленькие площадки, в которых бывает живая музыка, в которых бывает там свадьба для томады там и так далее, то есть вот для такой вот категории клиентов наших. Караоке-клубов. Соответственно, как бы, опять-таки, небольшим, у которых не стоит какое-то мега-пафосное оборудование, но тем не менее, сейчас караоке-клуб это очень распространенный вид досуга для населения, люди ходят с удовольствием как бы в такие места, и мы имеем возможность и маленьким караоке-клубам предложить хорошее качественное оборудование. И далее, вокалисты-любители. Это вот у нас в последнее время расширился вообще сегмент покупателя, то есть вот если раньше к нам еще там, грубо говоря, 6 лет назад, большая часть людей, которые приходила в магазины, это все-таки были люди-профессионалы, которые что-то понимали, которые как-то в чем-то разбирались и так далее. Сейчас получается так, что несмотря на то, что в интернете появилось значительно больше информации о профессиональных вещах, по сравнению с 7-8 лет назад, буквально совсем недавно, но у нас появился новый класс людей, которые знать ничего не хотят, они не хотят заниматься профессиональной деятельностью. У них есть домашний досуг, они себе купили хороший караоке-центр, потратили там, грубо говоря, там домашний, там, ну, грубо так до 50 тысяч рублей, 30, там, 50, кто-то там, 20, кто-то вообще самый дешевый купил. Ну, сами знаете, какие там комплектные микрофоны и какие радиосистемы продают своим видео. Это вата, это совершенно невозможно, и даже человек не музыкант, он имеет, как бы, уши, да, и ему очень не нравится звук. Он приходит в наши магазины подбирать что-то более интересное, безусловно, там, мега-дорогую систему, в данной ситуации покупают только единицы. А для остальных домашних караокеров у нас вот есть замечательная система, которая по факту уже захватывает сегмент бытового оборудования, что расширяет возможность наших продаж. Это, безусловно, очень хорошо. Ну, и образовательные учреждения, это в основном актовые залы для проведения конференций и так далее, так далее. Это тоже достаточно широкая категория наших небольших контрактников, которые у нас регулярно приходят, покупают, обновляют оборудование. Итак, по мини-2. У кого-то есть вопросы? Громко можно петь? Я думаю, что громко можно петь куда угодно. У них есть гейн, ну да, можно убавить. То есть, как бы, это не такая проблема. Ну, и потом, именно перегруза какого-то такого не происходит, а для всех остальных вещей у нас есть фейдера на микшерном пульте. И даже, и даже вот крутилки, он есть на передней панели, так что там, ну, все учтено, что только можно для громкого пения как раз. Еще какие-то вопросы? Аккумуляторы вставлять можно. Стоит обратить внимание на то, что ручные и поездные передатчики работают от одной пальчиковой батарейки. От одной. И, безусловно, аккумуляторы не только там можно, а нужно для экономии ресурсов на батарейках использовать. Ну, единственное, что, конечно, как всегда и везде обращайте, пожалуйста, внимание на качество. Вот, то есть, как бы, если вы будете использовать либо старые, либо некачественные аккумуляторы, я думаю, все прекрасно понимают, как бы, что может случиться с оборудованием, если там что-то потечет и так далее. Ну, здесь вопрос в том, что если будут какие-то вопросы по аккумуляторам, я, например, всегда готов буду это уточнить, я всегда на связи и так далее. Вот, и обычные стандартные аккумуляторы для радиосистем, как бы, которые используются, это насколько, лично я вот использовала в парке на 1500 и на 2500. Но, тем не менее, эти все системы от компании АКГ, они все на это рассчитаны. У них же там более дорогих серий даже есть именно свои зарядные устройства и так далее. Просто, вот, была старая система, сороковая, она предполагала вообще сразу зарядку на... Здесь такой функции нет, но, как бы, здесь ценовая категория немножко другая, да? Вот, то есть, как бы, там зарядка предполагалась, и здесь, по факту, все вот эти ручные передатчики, они остались на базе того самого оборудования. То есть, вот, они исключили вот этот вот разъем, уменьшили базу, за счет чего мы имеем возможность продавать гораздо более, как бы, продукт, много со временем, потому что, там, раньше эти системы, там, стоили 300 долларов, да? А сейчас, вот, они стоят 200. Есть большая разница, да? Учитывая то, что сейчас все-таки многоканальные системы более востребованы, как бы, чем ранее. Персепшн серия продолжает выпускаться, и у нее все хорошо, как бы, никаких проблем. Это же, по факту, у нас, вот, свежая новинка 2011 года. То есть, с персепшн серии, там, кроме развития, продаж, в ближайшее время, вряд ли что-то произойдет. Еще какие-то вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...